Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Пчуев. Перед просмотром поставьте лайк и комментарий, если у вас тему больше снимать для вас видео. Сегодня у нас сводки по Украине и России. Сколько погибших, так сказать. В принципе, мы видим, что пока фарта Украины, потому что дороги сохранены. То есть Россия не бьет по дорогам, инфраструктуре, по мостам. Но это глупая стратегия. Также мы видим, вот она сторона погибших. Здесь мы видим, если астрологически расчертим, естественно, видим интересное количество. Это примерно 80 тысяч. Но если мы приплюсуем 80 тысяч, это военные, да, плюс 20 тысяч при, как говорится, бавим, которые относятся к частной конторе. И, естественно, прибавим еще местные жители. Около 30 тысяч погибших. Да, вот они с этой стороны. Считаем, сколько получилось. Со стороны российских военных. Тут мы видим 90 тысяч практически погибших, как говорится. Выходит у нас, астрологически подсчитываем, около 90 тысяч, как говорится, погибших. Причем, очень интересно, они погибли чаще, понятно, из-за того, что без оружия, оружие вот оно находится, власть не дала им оружие. Поэтому погибло здесь. Такое количество, около 90, где-то примерно количество. Также мы видим, они погибли из-за того, что финансовой поддержки не было и поддержки от государства не было. Здесь погибли больше всего военные, местные жители. Это отпыток запытанные были, как говорится. Вот она сторона, чуть не спутался. Чаще отпыток, видать, русские какие-то ФСБшники или кто их пытал, они умерли из-за этого. Так, это мой любимый патрон с охоты. Здесь мы видим, значит, очень интересная ситуация. То, что они попытаются, то есть, это еще признак, кстати, Украины, что они злятся. Чем больше вы инфраструктуру Украины трогаете, тем больше военные злятся. То есть, еще больше будет больше мести русским военным. В принципе, вот такая вкратце информация. Как говорится, всем удачи, успехов. Был Александр Печуев. Ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.